Парад первоклассников, чествование почетных жителей города, награждение самых творческих и самых спортивных семей, а еще мастер-классы, выставки, ярмарки, интерактивные площадки, концерт и модная кигуруми-пати. Так апатиты отметили День города. Празднования развернулись на двух основных площадках – в городском парке и на площади Ленина. Вместе с земляками в гуляниях приняли участие и наши корреспонденты. Духовая музыка и множество развлечений для взрослых и детей. В обновленном парке скучать не приходится. Вот беспроигрышная лотерея. Правильно. Надо еще открыть. 20 рублей сдача. Ура! Писто-палочки! Замечательно. Выбирайте любого медвежонка, какой вам больше понравится. Они хотят все красавчиков. А это один из многочисленных мастер-классов по оригами. Малышам на празднике – основное внимание. Не забыли и про старшеклассников, а также их родителей. Например, в библиотеке приготовили сразу несколько интеллектуальных площадок – ретро-фотосушка, настольные игры, буккроссинг, библиопортал и библиоша для юных читателей. Ребята маленькие играют в кукольный театр. Ребята также рисуют, раскрашивают герб нашего города. За это получают интересный исторический факт о нашем городе. Пока одни увлечены игрой, просматривают архивные фото или позируют художнику, другие играют в шашки или собирают автомат. Под присмотром курсантов военно-патриотического клуба «Лидер». Праздничные гуляния в парке хоть в новинку, но уже полюбились апотетчанам. Замечательно, просторно, светло. Ну а праздник вообще изумительный. Для мальчишек, для девчонок, ну все, и для взрослых, для нас. Кто устал, посидите. Это шикарная скамеечка. Замечательно. Спасибо, город. С днем рождения, город. Вообще город изменился. На лучшую сторону. Вообще, как я вот уже столько лет живу, ну вообще стал меняться на глаза город. И вообще, пускай просветает и расцветает, и дальше так же будет. А что бы вы пожелали апотита? Тоже процветания хорошего и долгожительства, конечно, чтобы люди не разъезжались, а наоборот приезжали обратно в город свой. А это уже центральная площадь. Возле гостиницы «Аметист» к шествию готовятся первоклассники. В новом учебном году более 600 апотетских мальчишек и девчонок сели за парты. Как будете учиться в школе? Хорошо. Двойки будете получать? Нет. В колонии с начинающими школьниками их первые учителя. Меня зовут Татьяна Андреяновна Мельникова. Мы седьмая школа. Первые классы. Мы все здесь собираемся вместе. Мы пришли на праздник. Нам очень весело и радостно. Посмотрите, мы как хорошо оформлены. Мы постарались. Ростовые куклы, разноцветные шары и таблички с указанием школы. Шествие начинается. Конечный маршрут площадью Полярного. Здесь все готово ко встрече с самыми юными гостями праздника. Их приветствуют со сцены, после зажигательной танцы. От самых маленьких к самым мудрым. И вот уже город чествует почетных жителей города. В том числе и тех, кто пополнил эти ряды совсем недавно. Замечательная традиция в день города вручать грамоту главы города и медаль почетных гражданин города. Ирина Викторовна, я лично знаю очень давно. Она действительно достойный человек, достойный врач и достойно будет нести высокое звание почетных гражданин города Апатит. Есть чем гордиться. С такими чувствами и эмоциями город праздновал свой 53-й день рождения. Идти вперед землякам пожелал глава Апатитов Алексей Гелеров. Доделали парк Пушкина, обновили парк за администрацией, сделали дороги, самые первые в Мурманской области, сделали пешеходные дороги. По программе 100 шагов в правительство Мурманской области открыли 4 площадки, 2 спортивные и 2 детских площадки. А это в первую очередь благодаря чему слажена работа команды администрации, совета депутатов, а самое главное простых жителей города, общественных организаций, потому что без их толчка мы не можем двигаться вперед. Поэтому с днем рождения города, а мы будем стараться идти вперед. На этом праздник не закончился. Поздравления от молодоженов, выступления творческих коллективов, яркая кагуруми-пати стали настоящим украшением праздничной программы. Праздник получился ярким и запоминающимся. Во многом благодаря апатичанам, его украсившим. Например, родной город поздравили новобрачные Рихард и Анастасия. Появление молодоженов на сцене вызвало у горожан море оваций. Сами мы из города Апатита. Вот, предложение я делал в Санкт-Петербурге. Ну и, собственно, решили праздновать дома на родной земле, так скажем. Неизменная свадебная традиция, крики горько и, конечно же, бросок букета невесты. Раз, два, три! Вот это борьба! Вы замужем, не замужем? Я не замужем, это мой же пятый букет, поэтому не факт, что он поможет. В день города со сцены отметили самые выдающиеся семьи апатичан. К примеру, 307 лет и 4 месяца. Общий стаж работы семейства Сорокиных на Апатитской ТЭЦ. Энергетики победили в номинации «Трудовая династия». Мои родители принимали участие в стройке Кировской ГРЭС. С 1958 года работали. С них все и началось. Затем устроился мой брат Сергеев Андрей Альбертович. Ну и так вот все мы потихонечку-потихонечку в результате набрали 307 лет. Даже больше у нас. Еще не всех учли. А также самые многочисленные, спортивные и творческие чествовали всех. Свои подарки городу подарили апатитские кировские коллективы. Хор «Викторий» исполнил песню «Веселый ветер» и «Мир – это главное». А соседи юные кировчане из коллектива «Сувенир» подарили творческий номер, постирали. Но, пожалуй, самым ярким моментом празднования Дня Горда в апатитах стала «Кигуруми пати». Около сцены собрались десятки ребят в необычных костюмах. Заиграла музыка, и центральная площадь превратилась в настоящую дискотеку. Красота твоих мечтаний наш с тобой спасает мир. Танцуй, 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 танцуй. Завершился праздник выступлением апатитской группы «Вокинг Хокинг». Музыканты также присоединились к флеш-мобу и вышли на сцену в костюмах «Кигуруми». Музыканты также присоединились к ш